Лена Пагрибишская Лена Пагрибишская Я из всех документальных фильмов предпочитаю снимать фильмы-портреты, когда невозможно пройти мимо героя и нужно обязательно снять о нем фильм, пока это не сделали другие. Я выбираю героев, которые очень меня трогают. И снимаю они документальные фильмы. Ради того, чтобы запечатлеть их. Ради того, чтобы историю героя вызвать мощный эмоциональный резонанс зрителя. Моим героем был Игорь Алексеев. Это герой фильма «Продавец в крови». Фильм начинался так. У меня в интернет-браузе была стартовая страница NBC News. Там есть блоги. Один из блогов меня очень трогал. Буквально очень сильно задевал. Его вел мужчина, который боролся с раком. И он описывал, как это с ним происходит. Описывал свои эмоциональные взлеты, свои депрессии. Описывал прекрасно. Литературным языком было невозможно оторваться. Мне стало понятно, что нужно немедленно снимать о нем фильм. Игорь Алексеев, этот вот тот мужчина, который вел блог, до болезни был бизнесменом довольно успешным. Он еще прям того был пижоном. Он любил на показ выставлять свои деньги, свои такие крутые мускулы. Он был качок. Свои крутые тачки и свою прекрасную жену. Когда он заболел, он все это потерял. У него осталась только жена. И вот в этот момент он выбрал то, чему, возможно, должен был посвятить всю свою жизнь. Возможно, то, что и должно было быть его призванием до болезни. Он, наконец, стал писателем. Кроме того, это было единственное, что он мог в этот момент делать. Это была его единственная сидячая, а иногда лежачая работа. Это то, что приносило ему деньги во время болезни. Давайте посмотрим отрывок из фильма «Продавец крови» об Игоре Алексееве. Я писал блоги для того, чтобы не сойти с ума. Я заметил, что когда пишешь, ты попадаешь в медитативное состояние, наркотикоподобное, наркозоподобное. И ты идешь, идешь, пишешь, пишешь, ты уходишь в какой-то мир. У тебя что-то там происходит. Раз ты просыпаешься, все то же самое. Это меня спасало. Сейчас это меня не спасает. Зачем это жесть здоровому людям? А я не знаю. Я написал серию дневников, серию рассказов, коробки. И я отнес это в один из тусовых журналов. Их напечатал. Люди что-то поняли. Зачем это нам? Но если говорить пафосно, то я неоднократно об этом говорю. Что... Ребята, помните о тех, кто с вами рядом. Вот мы с вами видели сейчас с Игорем Алексеевым, героем фильма «Продавец крови». Тот самый человек, про которого мне было невозможно не снять фильм. И мне хотелось, чтобы фильм о нем сколыхнул чувства зрителей, чтобы люди пережили глубокие эмоции и поставили себе вопросы, которые стояли перед Игорем. Ради чего я живу? В чем заключается мое призвание? Что останется после меня? А если я окажусь в такой же тяжелой ситуации, как я ее переживу? И я знаю, что мне это удалось. Люди, которые писали мне после фильма, говорили. Мы посмотрели кино и как будто знали Игоря всю жизнь. Другие писали, что если бы все прочитали блоги Игоря или книги Игоря, в мире было бы меньше суицидов. Писали, что мы всей семьей почувствовали, что самое главное в жизни — это человеколюбие, сила духа. Вообще, темы болезни и смерти, они в нашем обществе табуированы. И телевидение избегает ставить такие программы, такие фильмы и передачи в эфир, потому что убеждены, что у них будет низкий рейтинг. Потому что люди либо выключат телевизор, либо переключат. Фильм «Продавец крови» вышел в эфир «Рейн ТВ», и телепродюсеры пошли на большой риск с их точки зрения. Тем не менее, рейтинг фильма зашкалил, потому что этот был фильм не о болезни и смерти. Это была история человека, который очень близко подошел к пониманию того, ради чего он живет. Вы даже не представляете себе, сколько людей никогда об этом не задумываются. Они тратят все свое время просто на всякую ерунду, и им своего времени не жалко. Им просто не жалко своей жизни. И для меня был очень важен результат фильма «Продавец крови». Он был очень важен для меня, потому что многие люди задумались об этом важном вопросе. Ради чего я живу вслед за Игорем Алексеевым? Зритель смотрит историю героя, зритель думает и зритель развивается. В этом и смысл документального кино. Но наши головы во многом забиты шаблонами и стереотипами. И очень часто мы не хотим с ними расставаться. В фильме «Продавец крови» есть момент, который вызвал буквально шквал критики. Люди писали, что вот этот фрагмент, о котором я скажу, нужно просто из фильма удалить. В этом фрагменте, о котором я говорю, Игорь описывает, как после одной из операций, он занимался любовью со своей женой. Те, кто мне писал критические заметки и требовал убрать этот кусок из фильма, они даже не могли сформулировать, почему у них так взрывается мозг. Я знаю почему. Потому что шаблон заключается в том, что смертельно больной человек не может заниматься любовью со своей женой. Он должен лежать в углу и тихо умирать. А любовь – это как-то не для него, ему не положено. Игорь Алексеев, герой фильма «Продавец крови», учил меня и зрителей, тому, что ты жив. Если ты жив, то живи по полной. Честное документальное кино, достоверное, часто вызывает у людей, приверженных шаблонов, сильное отрицание. И они мне постоянно пишут гадости. После фильма «Продавец крови» или после других фильмов. Ну, например, они пишут, что фильм – наглая и бессовестная ложь и одновременно жалкий пиар. «Адская пошлятина, неужели вам не стыдно?» Пишут они мне. А еще они мне пишут, что я жалкая бездарность. Ну, в общем, если вы были рок-музыкантом, то вы понимаете, что это еще мало по сравнению с тем, что могут тебе написать. О тебе газеты, люди могут сказать тебе много интересного. В общем, это закаляет. Дифирамбы или гадости – это то, что называется резонансом. То, что формирует общественное мнение. По большому счету, документальное кино может рассчитывать именно на это, на формирование общественного мнения. Но хорошее документальное кино способно не только на это. Оно может переводить человека из состояния размышления в состояние действия. Когда он выдвигает свои чипсы, встает из-за телевизора и идет, например, к добровольцам к доктору Лизе. Доктор Елизавета Глинка, врач палеоативной медицины. Это еще один герой моего фильма, следующего после «Продавец крови». Кем так он называется? Доктор Лиза. Мне, так же, как и Игорь Алексееву, хотелось очень запечатлеть доктора Лизу в документальном кино. Мне хотелось привлечь к ней людей, может быть, собрать ей денег, может, привести к ней добровольцев. Но больше всего мне хотелось, чтобы люди задумались, задали себе вопрос. Готовы ли они делать добрые дела или они будут бесконечно собираться, бесконечно думать об этом и собираться? Доктор Лиза, если вы не знаете, врач палеоативной медицины. Она помогает тем, кому, в общем-то, помочь уже нельзя, то есть обреченным больным. Кроме того, она лечит и помогает изгоям бездомным. Давайте посмотрим маленький кусочек, если она сключится, а маленький кусочек из фильма доктора Лиза. Это же тяжело. Тяжело что? Вот этим заниматься. Тяжело. Ну, отчетывайте мне, даешь сама отчеты, что ты сейчас видела, 5 или 6 больных, чем вот, собственно, они от тебя так сильно отличаются, кроме того, что они умны раньше. Ты что, видишь, разницу в социальном стадии, всего-то 7 или 5, 5 для больных. Ты что-то ощутил такого, чем сильно они, кроме того, что они умрут, чем они от тебя отличаются? Да, да. Вот и все. Еще есть разница. Так почему же мне тяжело с ними работать, им тяжело с тобой разговаривать? Объясни мне. Вот я подумаю. Пойдемся. Тяжело еще. Мне тоже бывает тяжело. Пошли. Не, не делай нам. Вот вы видели сейчас отрывок из фильма «Доктор Лиза». Могу сказать, что когда фильм был в эфире, а он был в эфире, телеканал РЕН-ТВ тоже, он начал влиять на людей очень быстро. И за 52 минуты эфира мы собрали практически миллион рублей. Зрители отправляли смс, и таким образом они решили участвовать моментально в том хорошем, что они увидели в кино. Я знаю, что фильм привлек очень много добровольцев к «Доктору Лизе». Один из них успешный кинопродюсер мне написал, что ну вот он в силу возраста задавал себе очень много вопросов. И куда ему идти, зачем он живет, что ему делать. И он пошел добровольцем кино к доктору Лизе, и как он написал, получил ответы на свои вопросы, простые, как все гениально. Но вообще хочу сказать, что, конечно, документальный фильм это все-таки не средство вербовки для волонтеров. Даже в таком хорошем деле, даже с таким хорошим героем это все-таки не средство вербовки. документальное кино это что-то, что существует на стыке журналистики и киноискусства. И его главная работа происходит внутри зрителей. Трансформация. Добрые дела. Но мы не все готовы моментально к ним приступить. И даже не моментально. У нас внутри происходит такая длительная работа, такая мыслительная жвачка. То есть что делать, когда делать, надо ли, не надо ли, а еще нужно решить, что. И вот я точно знаю, что фильм Доктор Лиза стремительно уменьшает эту мыслительную жвачку и переводит нас в состояние готовности к действию. Потому что перед нами пример человека, который совершенно бескорыстно помогает самым несчастным. Зритель документального фильма, хорошего документального фильма переживает какие-то чувства, потом он задает себе вопросы и после этого он, возможно, начинает действовать. Я считаю, что в конечном счете зритель документального кино таким образом развивается. Главное, одна из главных задач документальных фильмов это открывать зрителям глаза на то, с чем они либо не сталкивались, либо не задумывались. Если вы никогда не были в детдоме, то, наверное, вы не знаете, как там устроена жизнь. А если вы слышали об этом, то все равно вы не знаете, как там устроена жизнь. Так, внешне там все вполне привлекательно. плазменные панели дети неплохо одеты, их хорошо кормят, много воспитателей, часто хороший ремонт. И все это внешняя глянцевая картинка, за ней скрывается такое, что, собственно, и заставило меня снять документальный фильм «Мама, я убью тебя». Часто дети в интернате куда-то пропадали. И на вопрос «Где Сашка? Где Леха?» Ответы были какие-то мутные. И потом оказалось, что детей в наказание за плохое поведение отправляли в психушку. И не просто их там держали, а еще кололи тяжелыми цикотропными препаратами. Вот наказание за плохое поведение. Вот он бегал, плевался, а его за это в психушку. Причем выяснилось, что так происходит, происходило буквально до последнего момента в России повсеместно. В момент съемки фильма это происходило буквально в настоящем времени. Кроме того, оказалось, что все эти веселые, смышленные дети, которых мы встретили в интернате, у всех у них есть психиатрический диагноз. Все они считались умственно отсталыми, все они считались олигофренами. И все взрослые вокруг них в это верили. Провели в 7 лет. И в 7 лет за них решили, что они станут либо маляром, либо швеей, либо озеленителем. У них есть возможность получить только одну из этих трех профессий. И это не может измениться в их жизни. Все это за них повторю решили в 7 лет. Эти дети не могут принимать самостоятельных решений. Они живут за забором. Они изолированы от внешнего мира. Почему все это с нее происходит? Потому что просто они сироты. Почему? Почему все это устроено именно так? Эти вопросы зрители фильма задают с нами авторами. Давайте посмотрим отрывок из фильма «Мама, я убьюсь». Чтобы вы поняли, о чем я говорю. «Мама, я убьюсь». Правый паблик, честно? Да. А давно? Давно. Есть кого-то, кого ты не любишь? Нету. Почему? Не знаю. Потому что всех любимых я люблю. Здесь сам дать слушать. Думаю. Да, твоя. Угу. Ты ее любишь? Кого? На маму. Нет. Скорее всего, больше нет. Леша даже заявил такое мне. Он сказал «Я, когда выросу, я убью свою мать». Потеря родителей. То есть, чтобы они осознавали, что у них нет родителей, к этому спокойно относятся. А почему? Загад. Когда я узнала, что она отказ написала, почему тогда я его вообще любитель начал? Я до такой степени с этого созрешила, я прям не пить и уходила. А, кем я хочу стать это врачом? Врачом, чтобы вылечить маму. Они не такие, как мы. У них у всех неофициальный диагноз, неофициальный диагноз олигофрения в степени дебильности. Ванилёв. Врачи, 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 Паминаджа, психошка. Врачи, врачи. Ну это они мальчатки, ты снимай, ну что, ты покупаешь, до бесконечности не снимаешь тут, нет? И люди так тянуты бегают. Таш, мне тут не нравится. Я не люблю такие зелёные колчатки. Я ищу радио или я уже видео? Нет, вы уже видео. Я уже видео. Ну хорошо, вот отрывок из фильма «Мам, я убью тебя», который вы увидели. Это часть большого фильма, который, честно говоря, очень сильно повлиял на систему мироустройства российских сирот. Уже очень сильно повлиял. Но в тот момент, когда мы его сделали, и было всего лишь несколько дисков, один из них попал в группе Челпанка Матовой. Она его подмодрировала, так схватила ей за голову и позвонила в Белый дом. Позвонила вице-премьеру Ольге Голодец, эта женщина отвечает за сирот российских. И сказала ей, Ольга Юрьевна, я вас никогда ни о чём не просила, а сейчас прошу, смотрите этот фильм. И отправила диск в Белый дом. Ну, я не знаю, часто ли вице-премьера смотрит документальные фильмы, но здесь вице-премьера его посмотрела. И она, ну, и мы с ней встретились. И она сказала, это ужас, это средневековье. Нельзя отправлять детей в наказание в скептические больницы, это нужно остановить. И, в общем, всё в таком духе она говорила. Я сижу и думаю, а неужели она этого ничего не знает. Но в любом случае из фильма «Мама, я убью тебя» она это узнала. С момента, как мы показали фильм в Белом доме, прошёл год. За это время вице-премьер пока не официально запретила отправлять детей в наказание в психиатрические больницы, больше никого не отправляют. Примерно тысячи детей сняли неоправданно поставленные психиатрические диагнозы. В том интернате, в котором мы снимали, до фильма никого не усыновляли, никого вообще не устраивали в семье. Сейчас я знаю, что одного мальчика взяли в семью, другой мальчик ездит в гостевом режиме, то есть на выходные и на каникулы. Я знаю, что ещё примерно 5 детей заберут в семьи, сейчас идёт оформление документов. Это вот результат нашего фильма. Кроме того, кино получает награду. Фильм «Продавец крови» и «Доктор Лиза» получили «Тэфи». Фильм «Мама, я убью тебя» получил в этом году премию «Сталкер» и получает много международных премий, участвует в многих международных кинофестивалях. Это всё. Режиссёру профессиональное признание всегда хорошо. Но главное, я знаю, что это влияет на зрителей нашего кино. Действительно влияет. Потому что документальное кино, я считаю, это инструмент саморазвития. Оно помогает людям ломать стереотипы и разрывать шаблоны. Самая частая реплика, которая была у зрителей после фильма «Мама, я убью тебя», вот самое частое, что они говорили после кино, это они вот что говорили. «И что нам делать? Почему вы не сказали кино? Что же нам теперь делать с тем, что мы увидели?» А потому что, ребята, думайте сами. Через нас и рядом с нами проходит невидимая система координат ось добра и ось зла. И мы сами определяем свою позицию в системе координат добра и зла. Мы сами определяем, будет она активная, будем мы что-то делать или мы будем, ну, просто думать о чём-то. Никто не скажет, в документальном фильме не будет алгоритм действий, вот ты посмотрел кино, а вот теперь иди и делай это. Это не Библия. Документальное кино всего лишь инструмент, после которого вы в состоянии действовать сами. Вы посмотрели, у вас повысилась, как это, осознанность и вы можете действовать. Никто вам не скажет, что именно делать. Самое главное – понять, что вы готовы и начать совершать, я говорю, добрые дела. Потому что, ещё раз повторяю, самая главная трансформация происходит внутри зрителя. Поэтому смотрите документальные фильмы, например, мои или любые другие хорошие. Их много, они есть на телевидении, они есть в кинотеатрах даже, они есть в интернете. Я хочу, чтобы вы смотрели, думали и развивались. В этом заключается моя миссия как режиссёр документального кино. Спасибо. Спасибо.